Здравствуйте, это программа Город С, и я Елена Чернявская. Санаторий, или как часто называют в народе здравница, пользуется популярностью у населения год за годом, десятилетия за десятилетия. Несмотря на изменение общей концепции организации санаторно-курортного лечения в нашей стране в сторону большей гармонизации с европейскими стандартными параметрами, санаторий в нашей стране принимали и принимает огромное количество людей. Сегодня мы поговорим о здоровье наших детей, подрывать хрупное детское здоровье медикаментозным лечением или же оздоровить ребенка в санатории. Ну, конечно же, выбор очевиден. В нашем городе санаторий «Юность» вот уже более 60 лет на страже здоровья наших детей, которые приезжают лечиться не только из Самарского региона, но и многих других. Итак, беседую я сегодня с главным врачом самого современного и активно развивающегося детского санатория «Юность» Наталья Александровна Мокина, главный врач санатория «Юность», доктор медицинских наук, пульмонолог, врач высшей категории, главный нештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по санаторно-курортному лечению Наталья Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну что же, давайте мы поговорим с вами. Вот 4 октября прошла конференция, посвященная современным проблемам и возможностям организации лечения и оздоровления профилактики санаторно-курортного комплекса. Вот в связи с этим у меня вопрос, насколько актуальна сегодня эта проблема для нашего населения, Наталья Александровна. Зачем была проведена эта конференция? Вы знаете, совершенно правильно отметили, что эта проблема была актуальна всегда, а сегодня как никогда она актуальна. Потому что в прошлом году, в 2016 году, был проведен президиум госсовета при президенте Российской Федерации по развитию санаторно-курортной отрасли в нашей стране. Ведь не секрет, что наша страна одна из самых богатых природными ресурсами, а именно природные ресурсы, или как их еще называют природные лечебные факторы, определяет эффективность санаторно-курортной сферы. Так вот, на сегодняшний день каждый регион, и не только курортный, мы не являемся курортным регионом, но тем не менее, у нас более 30 санаториев, которые являются большим потенциалом, а здоровительным прежде всего потенциалом для взрослых и для детей нашего региона. Поэтому на сегодняшний день и на уровне правительства Российской Федерации, и на уровне правительства области этому уделяется особое внимание. Наталья Александровна, давайте посмотрим сюжет с конференции. Приезжали достаточно высокопоставленные гости, ведущие специалисты в этой области курортологии. Давайте вместе посмотрим и послушаем, конечно, что было на конференции. Внимание на экран. В Самаре состоялась научно-практическая конференция «Санаторно-курортный комплекс. Современные проблемы и возможности в организации лечения, оздоровления и профилактики». Специалисты обсудили современное состояние и перспективы развития курортного дела в Российской Федерации и в Самарской области с участием ведущих российских экспертов. На сегодняшний день санаторно-курортное лечение – это очень важный компонент программ лечебных и оздоровительных для всех категорий населения, и для детей, и для взрослых. Не секрет, и многие медики знают о том, что санаторная помощь всегда входила традиционно в цепочку. Поликлиник – стационар санаторий. Являет заключительным, но далеко не последним этапом поддержания здоровья населения. Поступающие уделили особое внимание современным тенденциям развития российских здравниц, состоянию их материально-технической базы, возможностям конкурировать с зарубежными курортами и базами отдыха. Профессор Марина Юрьевна Герасименко с горечью константировала, что нынешнее поколение молодых людей предпочитает западные и южные курорты с услугой «Все включено». Хотя отдых, особенно в холодное время года, в том же Таиланде приводит к обострению хронических заболеваний у россиян, возникновении патологий верхних дыхательных путей. Детское санаторно-курортное лечение, я считаю, это одна из основ нашего будущего, потому что если мы ребенка сможем вовремя подлечить, не дать ему заболеть, не привести к хронизации его воспалительных процессов, то мы дорастим здоровое поколение. Директор санатория «Лаки-Наки» Александр Витинев подчеркнул, что санаторно-курортный комплекс вносит важный вклад в поддержание здоровья населения. Он представляет интерес и с экономической точки зрения. Во многих местах санаторно-курортный комплекс является драйвером развития региона. Особенно это актуально для курортных местностей – Сочи, Анапы, Геленджика, Крыма и многих других. А санаторий «Юность» в Самаре – это санаторий новой волны, работе которого Витинев дал самую высокую оценку. И Наталья Александровна, конечно, у вас человек, так скажем, неравнодушный, человек очень активный и человек, которому судьба санаторно-курортного комплекса близка, и она его всеми, так сказать, возможными силами пытается развить. Мне кажется, достаточно успешно, потому что, посмотрите, даже сам факт проведения вот такого мероприятия, как вот сегодня, извините, в Самаре не курортный регион, как бы ни было, да, но мы все-таки рассматриваем здесь проблему регионального санаторно-курортного комплекса. Но это говорит о том, что важность этого направления региональные власти осознают и инициатива Натальи Александровны получает поддержку. Представитель Московского института индустрии и туризма Наталья Цитова отметила особо, что здоровье населения ухудшается, а лечение и профилактика необходимы практически всем. Также на конференции говорили об основных тенденциях правильного питания. Проблемы у деток тоже есть, потому что ожирение детское, к сожалению, сейчас растет, но мне бы хотелось сказать родителям, чтобы поменьше, конечно, сладкого, поменьше жирного. Прошедшая конференция укладывается в общую концепцию реализации стратегии развития санаторно-курортного комплекса, которая была разработана в соответствии с поручением президента Российской Федерации и направлена на развитие научно-практических подходов в работе лечебно-оздоровительного и профилактического направления в деятельности санаториев. Это программа «Город С». Беседую сегодня с главным врачом детского санатория «Юность» Натальей Александровной Мойкиной. Наталья Александровна, расскажите тогда, какие определяющие задачи были поставлены на конференции? На конференции, прежде всего, медицинская общественность нашей Самарской области была проинформирована о том, какие решения были вынесены в результате заседания президентом Государственного совета и какова будет стратегия развития санаторно-курортного комплекса до 2030 года. Помимо этого, конечно, перед нами всеми стоит задача. Понятно, что за последние более чем 20 лет информация практически стерлась из повседневной жизни даже наших медиков. И нужно заново ознакомить нашу медицинскую общественность с санаторно-курортным комплексом Российской Федерации, с санаторно-курортным комплексом региональным. Потому что в основном, как уже было сказано, все-таки наши люди на сегодняшний день ориентированы на зарубежный рынок санаторно-курортных услуг, лечебно-оздоровительного туризма. При том, что в нашей стране можно получить подобные услуги не худшего качества по гораздо более выгодной цене, без перемены климата, с лучшим результатом и с более долгосрочным эффектом. Поэтому вот это самое главное, над чем сегодня надо работать. Но это основные выводы, да, к которым пришли в ходе конференции? Это основные выводы, во-первых. Во-вторых, мы все-таки коллегиально приняли решение, что такие конференции будут регулярны. Потому что, коли уже стратегия развития разработана такая долгосрочная, до 2030 года, и мы, я в частности, как член рабочей группы, президент госсовета, должны в регионах проводить определенную работу, которая шла в синхроне с политикой государственной именно в развитии санаторно-курортной отрасли. Вот я хочу спросить у вас, работу с медицинским персоналом или все-таки еще и с населением, чтобы информировать население о тех санаторно-курортных комплексах, которые у нас имеют не на территории даже Самарского региона? Вы знаете, вот вы совершенно правильно, наверное, обратили внимание на то, что, в общем-то, данное мероприятие проводилось совместно с Министерством здравоохранения нашего региона и Департаментом туризма. Поэтому задача Министерства здравоохранения, прежде всего, и информировать медицинскую общественность о поздравительном эффекте и потенциале санаторно-курортного лечения, и реализовывать организационные моменты в этом аспекте, в этой связи. А задача Департамента туризма как раз информировать широкую общественность. У них есть для этого целый арсенал средств и интернет-коммуникаций, и публикаций, и буклеты полиграфической продукции, целый ряд других каналов, отработанных, которые они будут использовать в этой части. Спасибо большое, Наталья Александровна. Ну, а предлагаю сейчас перейти к санаторию «Юность», которую вы возглавляете. Вот я знаю, что юность в своем роде уникальна. Скажите, почему? Ну, конечно, наверное, прежде всего, уникальность заключается в том, что юность является продолжателем традиций детских санаториев, которые у нас возникли в 1900-х годах прошлого века. Хотя мы имеем определенные веки истории, мы понимаем, что мы наследники Российской империи, и все лучшее, что было до революции, было претоверено в жизни потом. И, естественно, часть из вот этих положительных моментов было как раз санаторно-курортное лечение для детей. Данный санаторий, санаторий «Юность» имеет историю более чем 60 лет уже на сегодняшний день, 61 год. Как раз в этот период в нашей стране государства, правительства озаботились резким ухудшением здоровья детей в послевоенные годы, и по всей нашей стране стали создаваться детские санатории с целью оздоровления, укрепления здоровья детей. Как вот сказал один из наших спикеров сегодня, именно что укрепляя здоровье детей, мы получаем здоровое поколение, здоровую молодежь, здоровое будущее нашей страны. Сегодня дети, завтра народ. Мы все знаем, это изречение очень хорошее. Поэтому, конечно, если не работать над здоровьем детей, а этому сегодня уделяется очень большое внимание, мы получим, к сожалению, очень плачевные результаты в будущем. Мне нравится, как работают в этой части правительства Москвы. Очень активно развиваются не только детские санатории, оздоровительные лагеря, но и оздоровительные детские сады, оздоровительные программы в период учебного года. Потому что лето всего три месяца, а учебный год длинный, и далеко не все дети справляются по здоровью, сегодняшние дети с физической нагрузкой и с эмоциональной, психологической, которую диктует нам школьная программа на сегодня. По разным данным, в среднем порядка 30 только процентов, 25-30 процентов детей являются здоровыми на сегодняшний день. Остальные дети требуют, конечно, контроля и определенных мероприятий по улучшению качества их здоровья. Эта работа должна проводиться систематически. И в этом залог успеха. Наталья Александровна, ну вот время идет, медицина развивается, и в юность приходят новые методики. Вот расскажите, пожалуйста, какое сегодня медицинское оснащение в санатории. У нас есть кадры, мы их, конечно, обязательно посмотрим. Ну а вы расскажите, пожалуйста, об этом. Вы знаете, конечно, у нас многопрофильный санаторий. У нас несколько санаториев в одном. У нас есть и пульмонология, и профилактика болезней туберкулезной теологии. Это отделения, расположенные в разных частях города. Это и полисоматическое отделение, где лечатся детки с гастроэнтерологической патологией, из вегетисосудистой дистонии, с болезнями суставов, сердечно-сосудистой системы. Для каждого отделения, согласно стандарту и порядку федеральному, положено определенное оснащение, которое у нас есть. Обновляем каждый год это оснащение. Конечно, у нас, как есть, что называется, три кита санаторного лечения. Это климатотерапия, бальнеология и грязелечение. Все эти три кита у нас есть, и даже можно сказать, что и климатотерапия, потому что у нас климат средней полосы. И все отделения расположены в лесопарковой зоне. Два из них близко в шаговой доступности до Волги. Конечно, наша визитная карточка нашего региона – это наш Волжский берег, Волжские просторы, которые позволяют не только любоваться видами, даже есть сейчас такой термин ландшафт-терапия, но и проводить аэротерапию, летом гелиотерапию. А бальнеологический, грязевой фактор – собственно, это даже наша местная красногленская вода, которая принимается для питьевого лечения, для общего лечения, принятия ванн, я имею в виду. И грязь – наш местный фактор. У нас есть курорт федерального значения Сергеевские минеральные воды. Этим грязевым фактором мы пользуемся. Мы также пользуемся грязью кавказских минеральных вод, на Буканской грязи. Сейчас это все очень удобно, конечно, и новые методики – это не только использование аппликации грязи, но и сочетание грязи с физиоаппаратами. Например, электрофорез с грязевым фактором. Вот как одна из новых методик. Дополнительно, какие новые методики? При запорах у детей используется криомассаж. Очень хорошая методика. Показала свою эффективность как раз вот в московских оздоровительных детских садах. У детишек сейчас на фоне изменения питания, о чем говорила Ольга Викторовна Сазонова, сейчас это, к сожалению, очень частая проблема. Аппараты с переменным магнитным полем, полимаг, с детскими насадками. У нас очень большое количество новой диагностической лечебной аппаратуры в отделении пульмонологии. Новая лороустановка, комбайн. Это очень современнейшая установка, которая позволяет проводить лечение детей с патологией верхних дыхательных путей. Поэтому весь арсенал тех средств, которые необходимы для оздоровительных программ, для долечивания, для оздоровления, для санаторно-курортного лечения, у нас он весь и есть. Все это в санатории имеется. Наталья Александровна, мы, конечно же, заглянули в санаторий «Юность» и подсмотрели за теми процедурами, за которыми, конечно же, подсмотреть можно. Предлагаю сейчас всем уважаемым телезрителям бывать в детском санатории «Юность» и посмотреть, как проходит лечение детей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За то время, которое я тут живу, которое составляет два месяца, я еще ни разу не пожалела. У нас весело тут, постоянные процедуры. Я болею хроническим ракетом, после процедуры я меньше болею, лучше себя чувствую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА САЖ у нас идет при заболеваниях таких, как сколиоз, например, и идет так же, как и профилактика. Процедура очень приятная. Дети любят, обожают, ходят на эту процедуру с удовольствием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дети будут проходить грязь лечения. Мы используем тамбуканскую грязь черно-серого цвета. Она оказывает антибактериальный эффект, иммуномодулирующий. И очень помогает детям при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях мочеполовой системы. Она оказывает оздоровительный эффект. И детям очень нравится эта процедура. Грязь очень приятная на ощупь. И после прохождения курса этих процедур, 7-10 используем, при температуре 40 градусов дети выздоравливают. Мне нравится эта процедура, потому что мне накладывают грязь на живот. Вот я прохожу грязь лечения. Я приехал сюда с болью в животе. После процедуры он у меня перестал болеть. Я прохожу грязь лечения. И мне начал помогать. У меня проходит насморк и горло. С радостью ходит в столовую, поскольку питание в санатории вкусное и разнообразное. Ежедневно дети получают соки и фрукты. В юности проходит много ярких мероприятий. И, конечно, в душе у ребят остаются добрые воспоминания от праздников День знаний и концерта о ломающем таланты, творческих мероприятиях детектив-шоу и музыкальная гимнастика, от зажигательных танцев и театральных постановок. А самое главное, что здесь, в юности, происходит настоящее, живое, невиртуальное общение с хорошими девчонками и мальчишками. И они становятся добрыми друзьями. И это здорово. От медицинских процедур к культурным мероприятиям. Наталья Александровна, не могу не задать вопрос, как проходит культурный досуг. Ведь это тоже очень важная часть выздоровления детей. Расскажите, пожалуйста. Я знаю, вы часто сами приходите на мероприятия и с удовольствием смотрите, как дети развлекаются в санатории. Вы знаете, Елена, рекреология. Есть такое понятие на сегодняшний день, которое включает в том числе и досугово-развлекательные мероприятия. Так вот, рекреология – это очень емкое понятие, которое включает оздоровление психоэмоциональное. Мы сейчас говорили о физиологическом оздоровлении, но немаловажный факт, а может быть даже равнозначной важности – это, соответственно, рекреологическое оздоровление. То есть это досуг, это образовательные программы. Как раз мы недавно получили лицензию на образовательную деятельность, что позволяет привлекать подготовленных педагогов, специалистов, кружковых работников к организации досуга детей. Конечно, для детей досуг имеет особую составляющую, потому что всегда в досуге мы должны иметь цель, образовательную цель для детей прежде всего. Что мы хотим с помощью данного мероприятия, какие компетенции мы хотим у ребенка развить, что мы хотим получить, какой эмоциональный выход, какой образовательный результат. И на это всегда мы обращаем внимание. У нас многогранная сфера кружковой работы, у нас досуговая сетка расписания, у нас тематические дни. Поэтому все это позволяет удовлетворить детей в плане того, чтобы они получили эмоциональный заряд, чтобы им понравилось, чтобы они приобрели друзей, чтобы они стали немножечко, чуть более развитыми после того, как они посетили санаторий. Наталья Александровна, на мой взгляд, все-таки самая лучшая благодарность для всего персонала санатория, конечно же, улучшение состояния здоровья детей, но и для родителей тоже. Но вот время, которое они проводят в юности. Вы знаете, мы спросили у детей, насколько нравится им санаторий, не нравится. Поговорили с родителями. Давайте вместе посмотрим и послушаем, что же они нам на это сказали. Каждый день в этом санатории проходят какие-то мероприятия. Всегда нас развлекают. Я не первый раз участвовала. Я нашла много друзей. Впечатление у меня очень хорошее, потому что, когда я только приехала, все дети улыбались, все воспитатели просто... Они были очень приветливы. И я сразу почувствовала, что здесь очень хорошая атмосфера. И здесь очень весело. Тут все отлично. Свежий воздух, солнышко, лето же светится. Медсесры тут тоже очень добрые и приветливые. Всегда могут выслушать и помочь. Ребенок, главное, доволен. Питание тоже самое главное для родителей, чтобы ребенок был сыт. Вот. Дисциплина хорошая. С ними здесь занимаются. Разные мероприятия проводят. Дети здесь не скучают. Поэтому все устраивают. Приедем еще сюда зимой, потому что у нас такое заболевание, что нужно его лечить. Очень хороший медперсонал и воспитатели. Отзывчивые, добрые. На любую просьбу откликаются. Если даже обращается Артем, доволен, понравилось ему все. Как относятся, как лечат, как играют, развлекаются. Ну, в дальнейшем, надеюсь, что санаторий юность будет процветать. Даня Александровна, есть комментарии к услышанному? Ну, конечно, для нас это очень приятно. Для нас существует две группы потребителей, как сегодня говорят на языке маркетинга. Это дети и их родители. И это потребители с разными группами запросов. Поэтому, но с другой стороны, если мы удовлетворяем требованиям детей, то и родители довольны. Хочу обратиться к вам, уважаемые родители. Наши телезрители, периодически появляются телефоны и сайт санатория юность. Пожалуйста, возьмите их себе на заметку. Конечно же, вы всегда можете обратиться по телефону. Вам обязательно ответят на любой вопрос. Но я думаю, что самое распространенное, Наталья Александровна, это вот как понять, что ребенку необходимо лечение в санатории? На что родителям нужно обратить внимание для получения путевки? Куда обращаться? Вы знаете, это, в общем-то, довольно-таки просто. Если ваш ребенок имеет хроническое заболевание, он состоит на диспансерном учете, то такой ребенок обязан пройти один раз в год или самое редкое один раз в два года санаторий на курортное лечение. В своем регионе или в климатическом регионе. Конечно, преимущество своего региона является, во-первых, то, что это дешевле, не нужно тратить ни на дорогу, ни на проживание сопровождающего лица, никаких дополнительных средств. Во-вторых, то, что все-таки смена климатического региона вызывает определенный период адаптации у детей и хроников. Как правило, он длится у современных детей не менее семи дней. Если мы понимаем, что ребенок едет на две недели или на две с половиной, то остается всего неделя для получения здравительного эффекта, а потом возврат домой и снова акклиматизация, что тоже стресс для организма. Поэтому, конечно, то, что у нас сохранилась сеть детских санаториев в нашем регионе, это очень большой плюс. И, кроме того, в санатории «Юность» путевка является бесплатной не только в летний период, но и круглогодично. Для того, чтобы получить эту путевку вне летнего периода, нужно в состоянии диспансерном учете обратиться к участковому врачу с таким запросом. А если ребенок переболел недавно, то такого ребенка в первую очередь необходимо направить на санаторно-курортное лечение для закрепления эффекта лечебного. А в летний период дети даже не с хронической патологией могут попасть в санаторию «Юность» по программе детского оздоровительного летнего отдыха. Вот, кстати, хочу вслед задать вам вопрос от телезрителей. Вот многие врачи не информированы о том, какие есть санатории в регионе. Вот планируете вы как руководство как-то это решать? Ну, я как главный внештатный специалист нашего Министерства здравоохранения Самарской области совместно с Министерством, естественно, мы планируем проводить, во-первых, дальнейшую практику таких конференций, на которых вы присутствовали, и, во-вторых, заново знакомить наших докторов с санаторной сетью нашего региона и со взрослой, и с детской, для того, чтобы, конечно, максимально использовать этот потенциал для снижения частоты хронических заболеваний, снижения частоты обострения, увеличения продолжительности жизни, если речь идет о пожилых пациентах, и, естественно, работать на благо здоровья детей во имя будущего нации. Наталья Александровна, хочу вам еще задать вопрос от телезрителей, много их поступало, узнав, что вы придете к нам в программу. Вот моему ребенку поставили диагноз бронхиальная астма в последние полгода, обострение происходит каждый месяц. Не то, чтобы он совсем задыхался, но кашля, приступы у души бывают. Что нужно делать, чтобы ребенку дали бесплатную путевку в санаторий? Ну, вопрос двухкомпонентный на самом деле. Во-первых, у ребенка неконтролируемая бронхиальная астма, нужно обратиться по месту жительства к пульмонологу или аллергологу, с помощью лекарств компенсировать, с помощью ингаляторов, в течение данного заболевания. И после этого только ребенку можно поступать в санаторий по бюджетной путевке. Опять же, через своего участкового педиатра. Спасибо. И вот как ездят лечиться самые маленькие дети? Возможно ли поехать с родителями? Потому что я тоже неоднократно замечала, что, например, совсем крошечки у вас в санатории. Вы знаете, мы работаем с 4 до 15 лет в этом окне возрастном. Поэтому если ребенок дошкольник с 4 до 7 лет, это возможно пребывание с родителями, возможно пребывание без родителей. Это бюджетная путевка. Если родители желают пребывать с ребенком, то это происходит по программе «Мать и дитя». Соответственно, в палатах отдельных, где они могут или родители, или бабушка с дедушкой проживать в период пребывания ребенка 3 недели, пока он получает лечение в санатории. Спасибо. И еще один вопрос от телезрителей задам. Что делать, если доктор не дает путевку или не уставит на учет ребенка? Что бы вы? Ну, я думаю, что нужно подойти к заведующей поликлиникой, обозначить данную проблему. Если это не помогает, ну, наверное, обращаться в Министерство здравоохранения Самарской области. То есть не бояться все-таки, да? Ну, наверное, можно найти все-таки общий язык и на месте. Но если это не получается, то у нас есть органы исполнительной власти, которые за это отвечают, Министерство здравоохранения Самарской области, которые эффективно решают данные вопросы. Спасибо большое. У нас осталось буквально пару минут. До конца разговора хотелось бы подвести, конечно же, итог. Все-таки давайте мы напомним нашим уважаемым телезрителям, что сегодня мы говорили о конференции, которая прошла очень значимая конференция. Что бы хотели, вот какой бы вывод, Наталья Александровна, следует сделать, как и для медицинских работников, конечно, ну и для вас, специалистов по санаторно-курортному лечению? Ну, мне бы хотелось сказать, что у нас, конечно, на сегодняшний день достаточно много позитивных примеров в стране. И кластер Белокуриха, и Крым, Артек, и санаторий Южного берега Крыма, и Черноморского побережья, и Кавказские минеральные воды. Но все-таки надо не забывать, что любой климатический регион, как бы хорош он ни был, все-таки требует определенной стрессовой нагрузки. Это очень серьезно для людей пожилого возраста, для детей. Поэтому я призываю как медицинскую общественность помнить о потенциале санаторно-курортной отрасли нашего региона, и родителей, и населения нашей области помнить о том, что у нас более 30 прекрасных санаториев в регионе, которые с удовольствием поправят ваше здоровье для того, чтобы вы жили долго, счастливо, и все у вас было хорошо. Наталья Александровна, вот, кстати, родители тоже миф, один из таких очень знаменитых. Вот мы съездим с ребенком на лето на море на две недели, и все, он на всю зиму болеть не будет. Я вам даже как мама задаю этот вопрос, правда ли это или нет. Ну, вы знаете, смотря с какой стороны подойти, если у вас ребенок здоровый, первая и вторая группа здоровья, то действительно для него этого вида оздоровления вполне достаточно. Если ребенок хронической патологии или инвалид, это третья-четвертая группа здоровья, то оздоровительного отдыха бывает маловато. Необходимо санаторно-курортное лечение по программе стандарта, и после этого, пожалуйста, вы можете проходить скрепляющую оздоровительную программу на климатическом курорте, если ребенок находится в стабильном состоянии. Спасибо большое. Ну и в конце программы заключительное небольшое слово, пожелание всем тем, кто нас смотрит, пожалуйста. Дорогие коллеги, уважаемые родители, уважаемые жители нашей области, я хочу всем вам пожелать крепкого здоровья, порадоваться вместе с вами, что мы живем в таком прекрасном, красивом регионе, и о том, что мы имеем возможность смотреть в будущее очень уверенно, потому что у нас есть природный лечебный фактор, у нас есть прекрасная Волга, наш регион будет принимать чемпионат мира по футболу, будет развиваться, и вместе с ним будет развиваться санаторно-курортная отрасль. Спасибо большое. Спасибо за интересную беседу. Спасибо всем тем, кто были сегодня с нами, вы смотрели программу Город С. Наталья Александровна Мокина. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok